Для тех вот моих человек, кто меня не знает, меня зовут Юля. Я, наверное, сконцентрируюсь на вот этой своей деятельности. Я тревел-журналист, хотя это не моя основная деятельность, но поскольку мы говорим сегодня о Крыме и о путешествиях, то вот я тревел-журналист. Я написала путеводитель по Крыму крымные автомобили для издательства Exmo в серии «Автогид». Вот. И поэтому разговор будет в основном... Я не буду, естественно, пересказывать свой путеводитель, но разговор будет вокруг него. Ну, потому что, да, такая тема заявлена. Также я пишу статьи для крымского журнала «Остров сокровищ». Это исключительно крымский журнал. Здесь его, к сожалению, на большом континенте пока нет. Но это был очень классный журнал для тех, кто еще не разучился читать. Мы его так называем. Он познавательный. Здесь очень много исторических фактов, культурологических. Ну, в общем, такая довольно редкая информация здесь есть, которую в сети не найти, потому что эту информацию авторы получают от ученых, артеологов, геологов. При этом это не научный журнал, и он в таком развлекательном стиле представлен. Ну, вот кто-то, допустим, знает уже... Ну, сегодня мы поговорим, собственно, про путеводитель Крым на автомобиле. Я заранее хотела бы сказать о том, о чем мы не будем говорить. Просто чтобы сразу... Ну, я думаю, поскольку в основном девушки, это не будет особо интересно, мы не будем говорить... Я не буду рассказывать о том, сколько нужно бензин залить в бак, сколько... Какие цены, какие адреса и гостиницы, кафе. Потому что эту информацию всю можно найти, в общем-то, спокойно в сети, очень много ресурсов, и в путеводителе этого тоже нет. Вот. О чем же я все-таки буду говорить? Я буду говорить о «Двиг Крыму». Я буду говорить о том, как... Как узнать, открыть для себя свой Крым. Я расскажу об основных маршрутах, ну, в основном это будет по путеводителю, где-то симматические маршруты. Вот. И... Ну, опять же, на чем я хочу сделать упор, что совершенно необязательно следовать в точности прямо по этому путеводителю. Моя такая идея была, и мне кажется, что все-таки мне удалось ее воплотить, показать Крым как бы издалека. Вот так вот посмотреть на него, увидеть в целом, что это за регион, какой он многообразный, какой он красивый, какой он богатый. Увидеть, что в нем вот есть тематические, какие-то вот особенности. Понять для себя вот так вот, как бы, окинуть его взглядом, да? И уже самому решить, самому решить, что конкретно вот, что конкретно хочется. Тебе, тебе. И вот... Цель была такая. Именно показать в разрезе, как бы, вот, вот, издалека. Ну, и для этого я хочу поговорить, ну, наверное, большую часть лекции, об основных регионах Крыма, которые вот они представлены, эти водители. То есть, что вообще там можно найти в Крыму? Вот что? Потому что люди, когда собираются, ко мне вот за последний год, обращаясь, и знакомые, и даже незнакомые люди, обращались, звонили, и спрашивали, ну, написали и спрашивали, вот, что там, как посмотреть, потому что вроде, ну, вот Крым, да? Вот он большой, там море, горы, а вот конкретнее. У людей были разные запросы. Там кому-то, вот, кто-то ехал за тьми, кто-то хотел такой себе культурный отдых, кто-то хотел побольше истории узнать. Ну, обращались ко мне, я пыталась рассказать, что вообще, что там есть. И вот сегодня тоже давайте, ну, чтобы, может быть, как раз после сегодняшней лекции у вас какой-то, не знаю, структура, да, сложится и план, и уже когда вы поедете в Крым, вы уже можете набросать себе, чтобы... Можете взять. Да, я хочу вот туда-туда, вот туда, ну, вот это, например, мне может быть не очень интересно. И вот, ну, я вам сейчас вкратце расскажу прям совсем коротко о структуре, потому что я по этой структуре буду рассказывать, о структуре путеводителя. Я думаю, что сейчас будет понятно, какой структуре, конечно. На самом деле, будет далековато кому-то, я не знаю, но если бы, если бы. Сейчас, может быть, я буду стараться убедить, что бы хуже. В общем, что мне кажется, вот мне, чего мне хотелось, и что мне, мне кажется, удалось, это построить структуру путеводителя так, что он построен очень логично. И, соответственно, свое путешествие можно построить очень логично. У нас вот... Сейчас. Путешествие, и сам путеводитель, и наше путешествие будет начинаться с Керчи, с Кершинского полуострова. И почему я начала отсюда? Потому что раньше, ну, до 2014 года, в основном люди прибывали либо сразу же в столицу Симферополь на самолете и на поезде. На поезде тоже самое поезда приходили в Симферополь. И довольно мало кто приезжал прямо в Керчь. Ну, как? Потому что... И Керчь, он здесь вот не до конца, на другой, вот здесь вот, Керчевский полуостров, это вот такой, как некий аппендикс. И мало кто вообще мог чего-то сказать про Керчь. Что там, собственно, делать? Сейчас ситуация меняется, потому что Крымский мост и все... В общем, все дороги будут туда. Да, все дороги будут через Керчь. И, побывав в Керчи, я поняла, что, в общем-то, там есть что делать вообще на Керчьевском полуострове. Поэтому вообще в путеводителе вот их тут написано 14 маршрутов. Я вам сейчас так вот вкратце расскажу, как они будут двигаться. Это будет вот прям такая логическая цепочка. То есть сначала это будет Керчьевский полуостров, потом это будет юго-восточный Крым, это Ктебея-Феодосия, дальше это будет Юбукама, ну, Юбука самый известный. Потом мы двигаемся в Севастополь, там двумя в Севастополе, там будут два маршрута. В том числе из Ялки можно будет совершить путешествие в Курчий-Сарай через горы. то есть там как бы из одной той же группы и логический сейчас скажу об этом по поводу, что он еще законченный и очень цикличный путеводитель. Ну, мне так кажется. Из Севастополя можно поехать в Западный Крым, это полуостров Тархакут. И, собственно, из Севастополя можно совершить, как я назвала этот маршрут, транс-крымское путешествие, уехать из Севастополя и приехать в Феодосию. То есть как бы пересечь континент. Ну, понятно, что самый длинный путь был бы пересечь континент вот так вот, но поскольку я его хотела сделать путеводитель не только логичным, но еще и тематичным, то есть каждый маршрут он объединен какой-то темой. Поэтому мое транс-крымское путешествие, оно не из Запада на Восток, но получается с Севастополя до Феодосии, но в принципе это то же самое. Мы приезжаем в Запад и на Восток. А можно в северной части Пулаус в Востоке путешествовать? Это я сразу расскажу, что северной части здесь нет, просто потому что я там тоже не была и я не заявляю сейчас о себе как прям об эксперте по Крыму, просто потому что это реально вся жизнь нужна на то, чтобы изучить Крым. Поэтому вот эта часть Крыма, она для Крыма не совсем не такая. Но она очень менее изглюбленная, хотя туда тоже люди ездят, но там меньше достопримечательностей, там больше в основном какие-то сельскохозяйственные регионы и тоже не очень понятно, что там делать. Я в сети пыталась узнавать, вроде что-то есть, но прям составить какой-то маршрут, чтобы туда прямо уехать надолго и там несколько дней ездить, как-то вот ну просто пока не складываешься. Известная рамка неизвестная оболочка. Ну там пока еще не очень. Следующая к нему. Поэтому в северном Крыме здесь вот здесь точно нет, и я, правда, ничего не могу сказать. еще вот на какой момент хочется отметить то, что то, чего мне хотелось добить эти водители, чтобы из каждой точки вот, например, не важно, ну допустим, понятно, что приехали через Керчь, но допустим, там по какой-то случайности оказались вдруг в Севастополе, ну то есть на сайт прилетел человек в командировку. Прилетел там в Симферополь, приехал в Севастополь и базируется там. И берет дворевную машину и ему хочется покататься. И чтобы из Севастополя у него была возможность совершить несколько маршрутов. То есть я старалась так разработать путеводесы, чтобы из каждой точки там, из Керчи, из Ялопы, из Севастополя, из Бахчисарая можно было из одной точки совершить сразу несколько. То есть чтобы не оставаться только в одном месте. Вот. Ну и тоже, мне кажется, как-то мне удалось добиться. На мой взгляд, это довольно прямо здорово. Вот. Ну и теперь давайте уже непосредственно по регионам. Раз я уже начала с Керчевского полуострова, что, собственно, там делать в Керчи. Ну, во-первых, сам город Керч. Сейчас, конечно, туристический потенциал только развивается, опять же, потому что долгое время он находился на ошибках. в Керчевский потенциал. Но, на секундочку, это, на данный момент, это самый древний город России. До этого считался самым древним городом Дербел, но после их присоединения теперь это самый древний город России. А ему больше 2500 лет. Там находилась столица Воспорского государства Хантикопей. Сохранились, ну, сохранилось, конечно, очень мало, но есть там руины, есть гора Митридат, ну, это, в общем, самое такое место, где, собственно, стоял город Хантикопей. Там есть курганы, там, где хранили царей. Вот, один из них это царский курган. Там ничего, ну, там не сохранилось никаких сидействий, но там очень хорошая архитектура кургана такая, прям, необычная. Вот, что еще? Опять же, если ехать, например, на автомобиль, по Керчи, это прям стейп-стейп, вот, едешь и покажешь, что это, попробуешь, что там смотреть. На самом деле, я расскажу, что она вроде стей, но на самом деле в недрах Керченского полуострова очень много полезных ископаемых, в частности, углевых дорог. Опять же, скажете, зачем вообще она может? А за тем, что на Керченском полуострове есть герзевые вулканы. И это, вот, самая такая фишка, за которую стоит ехать. преимущество автомобиля в этот момент. До этих упаков, конечно, до них можно добраться пешком, но все-таки побыстрее, поудобнее будет на автомобиле, потому что такие грунтовые дороги, я видела, я ездила на автомобиле, но я читала в сети о том, как люди на каких-то перекладных добираются по нескольку автобусу, потом там идут фишком. Это очень такие интересные... Вообще-то, ты знаешь, что это прогрессивые вулканы? Я ездила. Прямо да? Да. Да. Там, в любом, такая дырка в земле есть, из которой выклевывается такая же серая. Да, просто это такая... Они не бездействующие, да? Нет, они такие дыркают, они очень выклевые, такие, такие маленькие, вулканчики, но есть большие, и вулжи. Да, у них там... Там интересно, как на луне, где-то... Вот-вот, да, там такой муссианский пейзаж, где-то я... Я вот прям сам ее подготовила, но... А какая там высота примерно? Да нет, они там были вулканы. Это не горы, это степь, и посмотрите, степи, вот эти вот вот такие вот небольшие вот такие вот вот такие вот вот такие вот и из них там изливаются. Я была удивлена, что эта грязь не тёплая, а не обычная прохладная какая жижится такая. Вот, и там они вот бывают двух видов эти вулканы. Есть конусообразные, а есть просто вроде как лужица, вроде ничего не происходит, а там потом начинают вот какие-то вот эти вулканы. Ну и плюс ко всему это полезная грязь. Там же на Кершевском полуостре есть озеро Чокра, соленое, и плюс вот это грязевое озеро, которое сюда можно... Это уже на берегу Азовского моря, это уже не черное, это прямо уже вот так, то побережье. И клёво то, что можно вот в этом озере обмазаться, значит, всеми принять грязевые ванны, процедуры, а потом буквально там через сколько-то метров пойти искупаться в Азовском море. А там свободные дозди просто можно на озере? На озере, да. Ну, опять же, туда ездят пока не так много прям, не такой большой поток туристов, вот, но тем не менее. не то, чтобы какая-то гостиница с каким-то холодом. Я не могу сейчас сказать прям конкретно про гостиницу, но чего-то там есть. Я знаю, что там раньше вообще находилась грязь-лечебница, то есть такое место куда-нибудь приезжали лечиться, но приехать туда вообще свободно можно. Вот, то есть вот как бы значит, вот Керчевский полосы он вот такой, во-первых, это город сам Керч, и вот можно поездить по грязевым вулканам, мне кажется, что это прикольно. Я знаю, что гостиные вулканы еще есть на станции Глубинская, это ау-ля-на-па, я думаю, от Ана-па, вот, и там они даже вроде как извергаются из моря прямо. Дело все в том, что это одна плита геологическая, алитосферная, я не знаю, то есть это все вот одно, то, что в Керчи, и то, что вот в Анапе, и поэтому и там, и там есть вот эти грязевые вулканы. Вот. Так, что еще хотела сказать. А, еще здесь, я сама там не была, но вот тоже для тех, кто собирается, может быть, кто-нибудь слышал, там же на Керчевском полуострове есть генеральские пляжи. Это сейчас прям набирающая популярность места. Там ракушечные пляжи, такое дикое, но это прям вот для диких туристов. Там точно нет никаких пляжей. Для тех, кто любит палатки, приехать туда, или есть разные операторы, с которыми можно договориться их поехать. Но это будет прям в долгах такой жизни. Там малолюдно, то есть, ну, на сихих пляжах. Да, это прям такая дикость. Но там очень красиво, именно из-за того, что там ракушечный пляж. Он ракушечный, да, это уже Азовское море, и там, ну, там просто еще мало людей. Туда еще. Пока их поток тоже не доедут. Может быть, тут пляж? Да, может быть. Вот. Дальше мы логически передвигаемся на юг, и у нас получается следующее, мы уезжаем из Керчевского полуострова, мы приезжаем в Феодосию, и следующий маршрут, он охватывает территорию от Феодосии до Судакама. Опять же, почему я выбрала этот маршрут, и он объединил меня тематически. У меня называется «Романтичная Кемерия». Что такое Кемерия? Так этот регион назвал поэт Митимилиан Волошин, который в Коктебеле жил и очень любил Крым и Коктебель. Не знаю, стоит ли даваться подробностей, кто что-то такое? Кемерия, Кемерийцы? На самом деле, Кемерийцы это был просто такой народ, племя, которые были кочевниками, жили на территории Крыма, ну как полагают историки. Ну, были кучевой образ жизни, занимались грабежами, разбоем, ну, такие, в общем, лихие парни, и на днях прочитала, что Конан Барвар, да, вот этот персонаж, он как раз был кемерийцем. Но это так, просто на самом деле это не более чем литературное название, которое этому региону дал Ксимилиан Волошин, но почему, почему мне показалось, что логично назвать этот регион, вот этот маршрут, именно Кемерий. здесь, а, ну вот такое небольшое отступление, маршруты, в частности, которые у меня здесь, они, помимо того, что тематические, они еще связаны географически, объединены, как я сказала, Керчет, вот такая, степь степь, там, там, едешь, и прям, ничего не происходит. Здесь уже, вот, в Феодосии, начинаются горы, но это еще не те горы, которые на юбуках, они такие пологие, такие, как, знаете, как бы там, море волнуется, вот, там, такие серо-коричневые почвы, опять же, это, объясняется тем, что там есть, ну, в этом регионе есть вулкан-корода, и вот в этих почвах есть вулканические породы, и вот, видишь, и там, там, виноградники, там, вот это вот такое все серо-коричневое, там есть, опять же, если мы говорим про Кортебель, кто знает Кортебель, там, это центр парапланиризма и дельфопланиризма, это вообще, в Кортебеле зародился отечественный парапланиризм, потому что там вот эти особые горы, особые воздушные потоки, в общем, вместе с Максимилианом Волошиным я решила назвать свой маршрут «Романтичная фемилия», потому что мне показалось, что это вот край таких романтиков, людей, поэтов, художников, писателей, моряков, воздухоплавателей, то есть тех людей, которые близки к природе, которые чувствуют природу, очень прям вот как бы чутко ее ощущают, это люди, которые живут не по стереотипам, и вот все места, которые мы проезжаем на этом маршруте, они вот какие-то они пронизаны вот этой вот наверное, любовью к природе и какой-то вот этой романтичностью. Этот регион это сплошь виноградники, но начнем с того, что там есть два центра винодельческих, это Солнечная долина и Новый свет. Солнечная долина там выращивают два сорта винограда, которых вообще больше нигде нет, это Черный доктор и Черный полковник. И как говорил ученый, один путешественник, что для того, чтобы воспроизвести это вино и эти сорта где-то еще, для этого нужно будет перевести почву, воздух, море, поэтому их просто невозможно повторить. Там вот эти вулканические почвы, воздух, море, опять же, солнце, вот, поэтому особенно те, кто, например, любит вино, я очень рекомендую пробовать вот эти вот, потому что их правда очень сложно встретить продажи даже в Крыму, вот, Черный доктор или Черный полковник. Ну, для этого к Менадиме прям нужно ехать. Ну, к Клюк, ну, здесь написано, путеводить, ну, и так я могу сказать, что просто когда вы будете в районе этого дорога, получается, от Ковтебеля до Судака, вот, вот, как раз там Солнечная долина, Судакская долина, там будут фирменные магазины, вот, там можно постраживать, потому что даже уже в других регионах Крыма это уже довольно сложно встретить, я сама искала, потому что мне это тоже это делает интересно. А вина так называют Черный док и Черный Дорина? Это производитель Солнечная долина, ну, у них там вообще вина, просто отдельная тема, вот, вот, просто если именно быть в этом регионе, там это проще найти.